Всем привет дорогие зрители моего канала, с вами я Аликсмен, и сегодня в этом видео я буду повторять превью Брайана Мапса. Да, это будет достаточно интересным контентом на моем канале, потому что подобного я не снимал никогда, вот серьезно. Ну кроме влогов, по-программ спевать челлендж. Ну давайте не будем об этом, ладно, окей. Я повторю три превью Брайана, ну а точнее две. И на первом превью Брайн держит горящую сковородку, на втором превью он показывает свою фотогалерию 2015 года, ну а третий превью будет уже в следующем видеоролике. Что ж, друзья, я уже запустил фотошоп, и давайте я уже закину тот файл, который я собираюсь обрабатывать. В этом видосе я уже держал эту сковородку, пытался подобрать какой-то правильный ракурс, подправлял там себе прическу, типа. Сейчас я буду подбирать подходящий ракурс. Вот, например, очень даже неплохой. Я делаю принтскрин экрана. И теперь я захожу в фотошоп, я немножко жмыхаю картинку, чтобы она была 1280 на 720 пикселей, ну потому что у меня, типа, 1600 снималось, ну 1080p, то есть. Все, готово. Вот она чистая картинка без чего-либо. Теперь я буду чисто ее обрабатывать. Первое, что я хочу сделать, это поменять, естественно, то есть отразить по горизонтали, потому что мне kinda не нравится, когда вот это вот, типа, ну, you know. Вот. И да, ребят, не обращайте внимания, что я буду, как бы, копировать, типа, Брайна, его настрой. Ну, потому что, как бы, смотря его очень много лет, я уже много чего от него перенял, поэтому я, собственно говоря, и первым повторяю его превью. Если вы хотите увидеть другого блогера, превью, которого я буду повторять, то напишите, пожалуйста, в комментарии, кого мне повторить. Я обязательно перечитаю, мне будет очень интересно. Поехали дальше. Что ж, первое, что я хочу сделать, это вставить сюда огонь. Давайте попробуем это сделать. Так, собственно говоря, вот я вставил уже какой-то огонек, который я нашел в инете. Вот. У Брайна он примерно был с гринскрина, тот самый огонек, я его знаю. Со всех скетчей он его постоянно езает. Вот, собственно, вот такой вот огонек получился. Вроде бы не чёток. Я сделаю его в самой сковородке. Сейчас я немножечко вот так вот удалю. Так, нет. Вот так вот я удалю, чтобы никакие границы сковородки не пересекало. Хорошо, ребят, вот так вот у нас пока что получается. Очень достаточно неплохо, мне уже начинает нравиться. Следующее, что я сделаю, наверное, это свет от огня, который, собственно говоря, здесь есть. Давайте я зайду сюда. Непрозрачность у меня уже всё настроена. И давайте я, к примеру, вот так вот сделаю. Жёлтым цветом сковородку. Да, я, наверное, сейчас по-дебильному делаю. Блогеры мне сейчас скажут, ты что, дебил что ли? Но, ребят, я типа немножко как-то новичок, поэтому не осуждайте меня. Так, давайте сейчас обведём вот так вот себя по контуру, чтобы это выглядело очень красиво. Типа свет от огня и... Да. Вот, готово. В принципе, получается очень даже неплохо. Мне нравится. Ну что ж, в принципе, превьюха почти готова. У Брайана она достаточно простая, поэтому я ей выбрал. Но дальше будет ещё интереснее, на самом деле. У меня здесь горит комфорка. Я хочу сделать типа дым. Ну, знаете, там, типа бывает. Я добавляю новый слой. Меняю цвет на чёрный. Непрозрачность, наверное, я чуть-чуть под увеличу. Вот под настрою. И, собственно говоря, размер кисти, потому что... Да... И вот так вот затемню всю эту полость. Типа сгорела. Ну, вы понимаете. Так, вот так вот у нас как-то пока что получается. Я, наверное, сделал как-то хреново. Но я делаю, ребят, это всё на скорую руку, потому что не хочу задерживать видео. И вот сделал такие вот, типа, пятнышки, дымок, который поднимается типа вверх. Да, наверное, это надо по-другому. Но, ребят, я делаю это на скорую руку. Что мне первое приходит в голову, то я и делаю. Поэтому не садитесь строго. Ну, в принципе, неплохо как бы. Реально так дымок выглядит в некоторых видосах Брайана. Так, ещё вот здесь мне не нравится пересвет, который здесь. Поэтому я... Сейчас я возьму затемнитель и вот так вот сделаю. Потому что, как бы, здесь слишком светло. Ну, в общем, как-то так получилось. Я думаю, достаточно неплохо. Перейдём дальше. Что я хочу сюда ещё добавить? Текст. У него был текст снова вызывать пожарных. Поэтому давайте я его сюда добавлю. Я добавил текст. Давайте изменим цвет. Вот, хорошо. Вот такой вот текст у меня получился. Только у меня там у него скобочки были грустные. У меня что-то весёлое. Ну, видимо, для меня пожар это весело, да? Так, я поменял скобочки, друзья мои дорогие. Да, я, кстати, немножко болею. Поэтому я могу себя вот так вот иногда шморгать. Ну, привыкайте. Я хочу выполнить обводку. Сейчас размер её под рядачу как-нибудь вот так вот. В принципе, очень даже неплохо. И поставить возле своей рожи. Вот так вот примерно. Ну, собственно говоря, вот такая вот превьюшка. Всё. Я не знаю, что ещё сюда добавить. Можно над ней ещё работать было. Можно было ещё кучей всяких элементов. Но я сделал её буквально за 5 минут. И как бы мне очень нравится результат. Хоть очень просто, есть косички, но мне нравится. Ну, в общем, вот такая вот превьюшка получилась. Я ставлю ей 7 из 10. Я мог бы ещё постараться сделать ещё как-то более круче. Но я решил сделать как-то так. И я её, возможно, потом переработаю. И вы увидите превьюху на этом видео такой, какой она есть. Уже более улучшенной версии. Поэтому переходим к следующей превьюхе, ребят. Что ж, друзья. Мне пришлось ещё раз заново снимать второе превью. Да, я его уже сделал, но камера это не записала. Поэтому давайте я вам покажу ещё раз уже. Ну, вы увидите это впервые. Но покажу ещё раз. Как сделать превью у Брайана. Показываю свою фотогалерей 2015 года. Всё очень просто. Во-первых, я закину сейчас ярлычок галереи. Вот такой вот у меня ярлычок. Я вот так вот его вставлю где-то вот примерно посередине. И залью четыре свои фотографии. Короче, вот я залью четыре своих фотографии. Вы сейчас не обессудьте, что тут как-то всё хреново выглядит. Но сейчас мы это исправим. Так, что я делаю? Я беру, нажимаю кнопочку U. И вот теперь выбираю прямоугольник со скругленными уголами. Всё очень просто. Создаю прямоугольник. Делаю их, ну, копирую четыре раза. Потому что зачем создавать их несколько раз. Вот такая вот у меня фоточка. Я беру, нажимаю на неё правой кнопкой мыши и создаю обтравочную маску. Таким образом фотка подстраивается под созданный нами прямоугольник. Вот так вот. И вот такая вот у нас фоточка интересная получилась. Кринжовая, конечно. Ну, неважно. И вот так вот я её немножко поворачиваю и вставляю. Всё очень просто. Такие же действия я предпринимаю и с остальными фотками. То есть вот вторая фотография. Я создаю обтравочную маску. Редактирую её размер. Вот так вот делаю. Группирую. Чисто для удобства группирую. Так вот не перемещаешь. Перемещаем мы её сюда к ярлычку. Готово. Я группирую эту фотку и вставляю её вот сюда. Собственно говоря, на этом моя превьюшка и готова. Она выглядит очень кринжово, ребят. Но вы не обращайте внимания. Я, в принципе, показал, как создавать такие, собственно говоря, превьюхи, как у Брайана. Всё очень просто. Тут, в принципе, нечего объяснять. Можно редактировать размер. Сделать цветокоррекцию фотографии, чтобы она выглядела красивее. Ну, это я показал вам, собственно говоря, как можно просто и быстро это сделать, как у Брайана. Что ж, ребят, если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите комментарий, понравилось вам то, что я сделал. Я понимаю, что немножко кринжово это выглядит, особенно от меня. И подпишитесь на канал, чтобы не пропускать такие же интересные видео. В следующем видео я покажу превью того блогера, которого вы напишите в комментариях. Поэтому пишите. Я обязательно прочитаю их, а может даже и отвечу. Ну что ж, всем пока. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok